Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти За 10 месяцев этого года на дорогах Кировской области погибли 138 человек В том же периоде 2016 цифра была больше на 8% Чуть меньше стало и травмированных в автоавариях, сообщает региональное управление ГИБДД А вот число наездов машин на людей увеличилось Под колесами авто погибли 37 человек, 12 из них на пешеходных переходах Автоинспекция напоминает, что с 10 ноября сумма штрафа за непропуск пешехода Будет варьироваться от 1500 до 2500 рублей Трасса 101 ГИБДД начала внедрять новые радары, получившие название «Калибри» Прибор оснащается солнечной батареей Благодаря чему он может работать автономно в любых условиях Данные с устройства передаются по защищенным каналам через мобильные сети Там имеются несколько сим-карт Сообщается, что «Калибри», установленная в Подмосковье, пока что одна на всю область За несколько дней зафиксировала 6000 нарушений скоростного режима Трасса 101 Минфин предложил создать единую базу данных с информацией обо всех заключенных договорах ОСАГО и КАСКО Обратиться к ресурсу сможет, к примеру, гражданин, желающий приобрести подержанный автомобиль Чтобы узнать, были ли страховые случаи Правда, за это придется заплатить Сколько именно, пока неизвестно Безвозмездный доступ к базе получат правоохранительные органы, суды и Центральный банк Трасса 101 Оформление незначительных аварий с помощью приложения в смартфоне опробуют, по всей видимости, в Москве Для онлайн-проверки страховщиками и ГИБДД, присылаемых участниками ДТП-данных, нужна устойчивая связь А в столице с этим проблем нет Банк России настроен позитивно Ведомстве в целом уверены, что новый сервис пойдет автовладельцам на пользу А вот страховщики сомневаются Они считают, что и тут их будут надувать В России могут снова начаться продажи бюджетной модели Chevrolet Речь идет о седане Aveo, который выпускается в Казахстане Модель оснащается бензиновым мотором 1.6, мощностью 115 л.с., 5-ступенчатой механической коробкой или автоматом Среди опций кондиционер, климат-контроль, шторки безопасности, система контроля давления в шинах и так далее Добавлю, что сейчас General Motors реализует в нашей стране только три своих модели Одни из самых дорогих – Tahoe, Corvette и Camaro На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте До свидания Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok